Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Людмила, ну и по отчеству Ивановна. А фамилия? Савно. А какого года рождения? Я 44-го года рождения, 14 сентября. Мы часто встречаемся с тем, что мариупольцы рассказывают, что украинские военные, они в том числе занимали первые этажи, организовывали дома от боевой точки. Один дом? Точно. Это один дом, у нас есть такой красивый дом, строил его. Держбаш, как бы, там люди жили. Пришли украинцы, выселили их в подвал, а сами заселились и жили, ну сколько, 3, сколько же они там жили? Через 2 или 3 недели. А потом они, кто-то ехали, ну в общем, я не знаю, их не в работу, как они, вышли сами или кто-то вынул. Но уж их оттуда, уже их там нет. Военные, украинские военные. Да, военные. Они, знаете, они оттуда стреляли, не стреляли? Этого я не могу сказать. Что я не знаю, я никогда в жизни не буду говорить. Украинские заняли эту позицию. И уже, как бы, они стреляли в боевик русских. Вот это тоже я знаю. И попадали по дому? Ну, конечно. Попадали. Попадали. А там были мирные жители? В моем доме даже есть люди, которые мне это рассказывали. А что они рассказали? Они сказали, говорят, мы видели четко, как украинцы стреляли в наш дом. То есть украинцы стреляли по мирному дому? Да. По мирному дому. Это да, мне рассказывают. А кто рассказывал, не помните? Мой сосед там, но выше. Я же на первом уже. А как звали соседа? Хотя бы его? Саша. Саша. Еще раз, Саша, что говорил? Могу Карташов сказать. Саша Карташов. Что вам рассказывал ваш соседка Саша Карташов? Он сказал, говорит, ну ты процедаешь, говорит. Ну, как, вот это укропы или как это? Украинские войска, да? Да. Вот они, говорят, стреляли. Я видел, как они стреляли в наш дом. Я, говорю, был в ужасе. Он на 4 этаже, он видит все. Это я на первом не вижу. Думаю, напротив школы у нас не видно. А ему было все видно. Ну, вот так он сказал, я не знаю. И он прямо так и рассказывал, что уверен, что украинские войска? Уверен, на 100%. Я не обманываю. Вот как он мне сказал, можете его увидеть там, если приедете. Приедете и посмотрите.